Алина Спаская 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 Итак, сегодня отмечается Всемирный день приветствия. Мне кажется, люди во всем мире сегодня должны улыбаться, друг другу махать, одаривать друг друга комплиментами, сжать руки и так далее. Потому что сегодня именно такой день, так пусть он будет добрый, слаженный и, конечно же, приветливый. Итак, сегодня еще я должна сейчас очень почетно это проговорить, потому что сегодня, 21 ноября, отмечается Всемирный день телевидения. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года и во знаменовании даты проведения в ООН Первого Всемирного телевизионного форума также в 1996 году. Ну что, я хочу, конечно же, в первую очередь поздравить нас, меня, своих коллег, и, в принципе, Амурское областное телевидение, которое, кстати, совсем скоро отметит свой 13 день рождения, с этим прекрасным днем пожелать профессиональных успехов, интересных передач, ну и поздравить, конечно, вас, дорогие зрители, благодаря вам мы все это делаем. Спасибо, что вы остаетесь с нами, спасибо, что вы каждое утро включаете наше утро на Амурском областном телевидении, ну и, конечно, вдохновляете нас на какие-то новые свершения и проекты. Итак, еще сегодня переворачиваю свой календарь-сценарий. Ровно в 1783 году, это 239 лет назад, состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре. Знаете, это моя такая несбыточная, наверное, мечта, хотя почему несбыточная, мне кажется, еще просто не время, время не подошло для ее исполнения на воздушном шаре полетать, что может быть романтичнее, собственно. Ну, кстати, построенный шар в этом году, в 1783 был довольно крупный, высота его была 22,7 метра, диаметр 15 метров, в нижней части крепилась кольцевая галерея, рассчитанная на двух человек, и тогда впервые был в истории произведен свободный полет на воздушном шаре, построенным братьями Монгольфье. Отправились на этот полет химик Жан-Франсуа Пилатр Деразье вместе со своим другом Маркизом Франсуа Дарландом. Вот так вот, поэтому друзья уже отправились в путешествие в 1783 году, а я надеюсь, что у меня все еще впереди. Итак, переходим к праздникам неофициальным. Сегодня я хочу поздравить всех работников налоговых органов Российской Федерации, а еще сегодня День Бухгалтера в России. Сегодня все песни мира, все поздравления, сегодня ваши дорогие сотрудники налоговых органов и все бухгалтера, сегодня просто вот можете даже отдохнуть от работы, я вам сегодня это разрешаю, потому что что еще делать, работать что ли в свой праздник? Нет, конечно. Идите домой, скажите, я вас отпустила. На самом деле я вас поздравляю, желаю вам профессиональных успехов в этом нелегком вашем деле. Еще сегодня День Без Музыки, как провести этот день я даже не представляю, наверное, в тишине и спокойствии, хотя это трудно представить, да, потому что музыка, она является для нас неким таким источником вдохновения, но ничего, денек можно пережить, поэтому вечером просто придите с работы, послушайте вот тишину, и все. Мне кажется, это очень расслабит и настроит на какой-то новый лад. И еще сегодня День Светящихся Окон. Ну что, друзья, что сказать? Наверное, уже начали люди подготавливаться к Новому Году, и совсем скоро уже вся улица, когда у нас будет темнеть, будет мелькать на ней красивые огоньки. Сегодня самое время этим заняться и украсить свое окно. Вот такие праздники отмечать сегодня, 21 ноября, в этот понедельник. Он у нас получился такой насыщенный и праздничный. Я вам о них рассказала, ну, а какой вы выберете для себя, это уже вам решать. Мне кажется, мы ежедневно вместе с вами все сталкиваемся с одной и той же проблемой. Это когда телефон очень срочно нужен под рукой, нужно срочно что-то кому-то написать или позвонить, а телефон у нас разрядился. Согласитесь со мной, это иногда раздражает, но эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества, они рассказали о способах, которые могут помочь увеличить время работы, автономной работы вашего устройства. Я думаю, это очень интересный материал, и предлагаю сейчас все вместе его посмотреть. Итак, как ускорить работу телефона? Отключите автоматическую яркость экрана и установите уровень яркости ниже 50%. Чем ярче ваш экран, тем больше энергии аккумулятора он использует. Откройте настройки и выполните поиск по слову «Яркость», чтобы найти параметр и отключить его. Оптимизируйте настройки батареи. В зависимости от того, какие приложения вы используете и когда уровень заряда и производительность могут быстро растрачиваться. На многих телефонах Android есть специальный раздел «Аккумулятор». В вашем телефоне также может оказаться полезная функция адаптивной зарядки. Благодаря ей система автоматически отслеживает, насколько быстро аккумулятор заряжается в течение ночи, чтобы вовремя остановиться и сохранить его работоспособность. Перейдите на темный режим. Телефоны также имеют специальную опцию темного режима. Он не только снижает нагрузку на глаза, которые вызывают яркое свечение дисплея смартфона, но и увеличивает время автономной работы, ведь для отображения темного фона требуется меньше энергии, чем для белого. Так что в этот раз рекомендуется перейти на сторону темных. Следите за частотой главного экрана. Планируете скачать кучу новых приложений? Тогда позаботьтесь, чтобы на главном экране не было беспорядка от большого количества ярлыков. Своевременно удаляйте ненужные или не выводите их все сразу. Нажмите «Настройки» и найдите параметр с надписью «Добавить значок на главный экран» или «Добавить новое приложение на главный экран» и отключите его. Используйте режим «Не беспокоить». Смахните шторку телефона вниз и найдите значок «Не беспокоить». Если ваш телефон ночует рядом с вами на тумбочке, вы, вероятно, не хотите, чтобы он издавал звуковые сигналы или сжижал каждый раз, когда приходит СМС. Особенно, когда вы пытаетесь уснуть. Для этого нужно выбрать режим без звуковых оповещений в определенные часы. Всегда будьте готовы на случай, если вы потеряете смартфон или его украдут. Перейдите в меню «Настройки», «Безопасность», «Найти устройство» и включите функцию «Найти устройство». Если ваш телефон на момент пропажи включен и находится в сети, вы увидите его в местоположении на карте. Не откладывайте обновления. Вовремя актуализируйте свой телефон. Как бы банально это ни звучало, но ошибки и другие проблемы, замедляющие работу вашего устройства, потенциально могут быть исправлены с помощью простого обновления программного обеспечения. Прежде чем загружать и устанавливать последние обновления, убедитесь, что ваше устройство подключено к Wi-Fi. Лучше обновить сегодня, чем отложить на завтра. Так, самое время узнать, что у нас там говорят синоптики, какой будет этот день с точки зрения погоды. Ну что, а говорят они следующее, друзья. У нас циклон уходит на выходных. Спасибо, нам было достаточно выпавшего снега. Но у нас ожидается и похолодание. Все, зима вступает полноправно в свои права. А мне кажется, оно бы и пора уже, как говорится. Поэтому ждем похолодания на 10-15 градусов, одеваемся теплей и смотрим подробный прогноз погоды. А вы знаете, наши дорогие телезрители, что в этом году на стадионе Юность в городе Благовещенске появится новая лыжня. И стоит отметить, что это будет первая лыжня с искусственным оснежнением и будет доступна для каждого жителя региона. Сегодня в нашей студии Яна Левцан, руководитель Федерации спортивного ориентирования Благовещенска. Доброе утро, Яна. Доброе утро. Хороший проект. Я знаю, что это проект, да, лыжня. Да, это проект Министерством здравоохранения Амурской области. Мы знаем, что она уже у нас есть, доступная лыжня для всех. Это на набережной города Благовещенска, да? На самом деле у нас был пилотный проект в 2018 году, когда не было снега практически в городе Благовещенске. И мы снежную пушку с искусственным оснежнением брали у свободненских лыжников. Так сказать, на прокат, да? На прокат временно, да. Они безвозмездно нам предоставили. А вот в этом году, согласно проекту по Министерству здравоохранения, мы впервые используем пушку уже собственную, которая на территории стадиона «Юность» располагается. Ну, и этот проект очень интересный. Мы с начала уже года работаем, с января месяца, активно реализуем этот проект. То есть у нас проходят занятия по лыжной подготовке, прогулки на свежем воздухе. Кроме этого, проходят различные соревнования по лыжным гонкам, активная двигательная активность идет. И, конечно же, еще совместно с нашим одним из партнеров – это Амурский областной центр по профилактике здоровья. С ними мы проводим лекционные и практические занятия, где обучаемые изучают принципы самоподготовки, основы здорового образа жизни. Плюс к этому различные у нас используются приборы. Допустим, пульсометрия используется. То есть учащиеся самостоятельно определяют пульс в спокойном состоянии и во время двигательной активности. То есть подготовка ведется активная такая, и она начинается не то, что когда зима к нам приходит с первым снегом, а в принципе она весь год у вас. В течение года у нас проходит ряд грандиозных мероприятий. Хорошо, давайте вернемся к новой лыжне. Она у нас уже появилась? Или вот она только появится? У нас же сейчас вот в принципе снежок как-то нас в этом году решил побаловать, да? Конечно, когда мы именно грант написали… И снег выпал, да? И снег выпал, причем в очень грандиозных размерах. У нас, как обычно, в Благовещенске зима бесснежная, а вот именно с января месяца и прошлого года снег очень активно сыпал. Это великолепно. Ну, он вам помогает, конечно. Очень помогает, потому что искусственное оснежнение, оно более такое плотное, а естественный снег, он более эффективный и качественный для беговой подготовки. Поэтому вот сейчас снег хорошо сыпет, и активно можно заниматься лыжной подготовкой. Трасса готова. Она готова уже, да? Вот сейчас на стадионе «Юность», то есть она уже есть. Да, в западной части есть трасса. Конечно, еще качество ее с каждым днем все лучше и лучше, потому что естественный снег насыпает, а искусственный снег, он вот комплекс для оснежнения, который мы приобрели, который состоит из мобильной насосной станции и снегогенератора, он эффективно работает при температуре минус 15 градусов. А у нас еще в этом году зима не вступила в свои права еще. А вот как раз при температуре минус 6 работает пушка неэффективно, то есть на 20-30%. Вот так вот даже. То есть мы ждем, чтобы для полной работы пушки, мы ждем морозов настоящих наших, амурских, такие, как у нас заложены. Хорошо. А смотрите, мне вот такой факт интересует. Он искусственный снег, вот это оснежнение, оно не тает под воздействием лучей, то есть его как насыпали, так оно и осталось, утрамбовалось. Как вот это в действии выглядит? Когда снег насыпают, он постепенно в течение дня начинает кристаллизоваться и уже может превратиться в лед. Вот, тем холоднее климат, тем быстрее кристаллизуется. Поэтому его надо рассыпать, разрыхлять, баранить. Ну, к сожалению, пока у нас вот этих средств нету, но старыми народными метами мы можем использовать грабли лопатой. Ну да, то есть еще за ним вот такой уход, да, нужен? Обязательно, обязательно. Рекомендуется, конечно, раз в неделю баранить, то есть готовить лыжную трассу. Ну, в принципе, то, что, наверное, вы и делаете, да? Надо же, чтобы она постоянно была в порядке, чтобы люди имели возможность вот прям кататься. Или они там уже сами прокладывать могут? Можно самостоятельно прокладывать. Это же у нас лыжня для обычного пользователя. То есть сейчас горожане спокойно приходят и катаются. Это не профессиональная лыжня, а для обычного пользователя. То есть вот, я тоже хотела спросить. У каждого жителя Благовещенска, либо Амурской области есть такая возможность прийти на стадион юность, взять свои лыжи, либо лыжи на прокат, да, наверное, там тоже такая услуга есть. Ну, пока нет, но... Ну, в принципе, я как идея сейчас подала. Хорошая идея. Да, и попробовать себя, да, в качестве вот спортсмена-лыжника на вот этой лыжне. То есть абсолютно каждому такая возможность предоставляется. Такая возможность предоставляется, и с успехом люди приходят, занимаются и старое поколение, и молодое, с удовольствием. Потому что некоторые первый раз за многие годы, вот благодаря нашему проекту, встали на лыжах и с успехом применяют данную технологию. Здорово. А какие-то соревнования предвидятся, вот именно в плане уже конкретно профессионального спорта? Ну, мы проводили там уже старты не раз. Плюс к этому, вы знаете, что стадион «Юность» – это площадка для ГТО, поэтому можно и готовиться, готов к трудовой обороне. И плюс к этому вообще на лыжах катаются с древних времен, с 12 века, это есть сведения и ранее. А плюс к этому еще в 1812 году наша российская армия одолела Наполеона благодаря тому, что они успехом занимались лыжной подготовки и на лыжах преодолевали многие. Стоит брать с кого пример, да? Да, да, да. Здорово. Яна, спасибо большое, что сегодня оказались нашим гостем. Как всегда, очень интересно и очень познавательно и оздоровительно, я бы даже сказала. Помните, дорогие телезрители, что в здоровом теле здоровый дух, как говорится, да, занимайтесь спортом. Занимайтесь спортом, оздоровлением на лыжах и просто гуляйте на свежем воздухе. Вот, к тому же у нас такая прекрасная новая лыжня. Спасибо вам большое. Благодарю. Да. Время информационных событий на Амурском властном телевидении. Никуда не переключайтесь, встретимся в студии нашего утра буквально через 10 минут. Я знаю, что вы все еще остаетесь у экрана в своих телевизорах. Во-первых, вам за это огромное спасибо. Во-вторых, в студии по-прежнему Алина с Паской. Я никуда не ушла, хотя бы потому, что сейчас время, ваше любимое время, наступило время гороскопа в программе «Наше утро» и на Амурском властном телевидении. Итак, звезды сегодня говорят следующее. Сегодняшний день будет полон эмоций. Я думаю, что большинство, они будут, конечно, положительные. Первая половина дня отлично подходит для очень важных дел. Единомышленники легко найдут общий язык, договорятся каких-то о совместных действиях и проектах, и споров практически не возникнет. Ну, а вечером лучше никому не обращаться за советами, слушать только себя, свое сердце. Люди, потому что вечером становятся, конкретно сегодняшним вечером, становятся более требовательными к друг другу, и это все как-то немного усложняет. Вот это был такой более общий прогноз для всех знаков зодиака, а конкретно для каждого мы посмотрим далее. Овны. Сегодня можно навредить себе повышенной активностью, особенно если заниматься личными делами. Вопросы финансового уровня станут важнее, чем остальные. Тельцы. Звезды предсказывают огромный запас энергии, который поступит извне. Немного странные вещи будут происходить в личной жизни. Близнецы. Вам придется сблизиться с некоторыми людьми, чтобы совместно решить какой-то наболевший вопрос. Наглядно увидите ситуацию. Теперь можно делать выводы. Раки. Вы будете работать на полную катушку, не покидая личное пространство. Все вопросы упираются в деньги, их пока недостаточное количество. Львы. Сегодня вы блеснете остроумием, причем в самый подходящий момент. Вы – профессионал с неординарным мышлением. Девы. Вы мечтаете сразить всех своими талантами и инициативой. Мечтать не вредно, но для осуществления задуманного потребуется немало времени. Весы. Этот день приготовил для вас много важных знакомств и неординарных выпадов. Все, что вы представляли мысленно, увы, не осуществится. Скорпионы. Звезды предсказывают вам море драйва и энтузиазма, поэтому день спокойно не пройдет. Одно желание сменяет другое. Все они воплощаются в жизнь. Стрельцы. Вы должны приготовиться к мобильности и активности в работе. Вам предстоит переключать скорости и заниматься сразу несколькими делами. Козероги. Сегодня вы будете похожи на маленького ребенка. Обстоятельства заведут в такую ситуацию, что иного поведения от вас ожидать нельзя. Сохраняйте спокойствие. Водолеи. Вполне нормальный, а не аномальный день ждет вас. Соблюдайте дистанцию в отношениях с конкурентами. Они активизировались не на шутку. Рыбы. Сегодня вы решите, что все делаете напрасно. Столько сил и энергии потрачено впустую. Работа не дает никакой радости. Придется разгрузиться в плане проектов. До празднования дня рождения Амурского областного телевидения остаются считанные дни. И, конечно, в преддверии этого у вас еще есть возможность заработать классный подарок от нашей телекомпании. Всего-то нужно правильно отвечать на вопросы и присылать правильные ответы на редакционный наш номер. Я знаю, что вы уже это умеете, делаете. И сейчас я озвучу следующий вопрос, на который вы, естественно, правильно отметите и получите подарок. Итак, вопрос звучит следующим образом. Назовите ведущую программы караоке-битва. Вот такой несложный вопрос. Я думаю, вы с ним справитесь. Отправляйте свой правильный ответ, конечно же, на наш редакционный номер ватсап. 8-914-596-4040. Участвуйте и побеждайте. А мы совсем скоро огласим итоги и узнаем, кто же стал тем самым счастливчиком. Сегодня в нашей студии участницы международной выставки юных изобретателей Анжелика Исаченко и Анна Козлова из города Свободного. Они представили свои изобретения в сфере железнодорожного транспорта в Индонезии на острове Бали. Девушки, здравствуйте. Здравствуйте. Как добиться такого успеха Индонезия, остров Бали? Казалось бы, да, где мы, где свободны, где остров Бали? Расскажите, пожалуйста, нам интересно все, как вы туда попали. В конкурс мы подали заявку на, был сначала онлайн-отбор. Мы прошли онлайн-отбор. Было около, если не ошибаюсь, 1200 заявок. Из России 250. Вот, и мы, 7 человек, получается, пришло из России, двое вот с нашей области. Еще с Москвы, Нижний Новгород и еще один город, не помню. Это так здорово, то есть всего 7 человек из России, да, в их числе вы. А что нужно было сделать вот именно в онлайн, чем покорить сердца жюри или как там судили, чтобы вот пройти дальше? В онлайн мы отправляли видео с нашими проектами. Ну, то есть был ролик, где мы на английском языке рассказывали о нашем проекте. Так, вы еще и английским, значит, владеете. Или, ну, это обязательное условие, да? Это было, да, обязательное условие владеть английским языком и представлять проект только на английском. Да, выставка проходила на базе университета, и выставка была в открытом виде, то есть приходили все, кто хотел. Также привозили школьников, судьи были, и всем надо было презентовать именно на английском языке. Это онлайн или это вы уже про оффлайн рассказываете? Это уже на месте. Уже на месте, да? Так, хорошо, давайте немножко перемотаем все равно время назад, вернемся. Вот вы прошли онлайн-обор, вас пригласили, да? Вот именно туда. Долгий, я понимаю, путь был, да? Очень, очень долго. Сколько летели, ехали, плыли, я не знаю, как добирались? Сначала вот от Свободного до Благовещенска на машине, потом с Благовещенска в Москву, с Москвы в Дубай, и с Дубая только в Индонезию, на Бали. Только на самолете 21 час, то есть, а вместе с пересадками полтора суток. Ничего себе, но это того стоило? Конечно. Да, массово и неизменно. Вы первый раз за границей или были? Нет, первый. Первый, да? Первый раз, да. Еще и вот по такому поводу. Так, хорошо, я вижу, что вы сегодня принесли в нашу студию, я так понимаю, это ваши проекты, да? Да, модели. Давайте сейчас, я не смогу выговорить даже, как они называются, вы сами их представите, что это мы видим перед собой? Торцевая модернизация буксы вагонов ВП-750 и локомотива УТ-10, собственно, вот буксы. Ну, это уменьшенный размер, да? Да, конечно, это модель настоящая, в три раза где-то примерно больше, в два-три раза. Это модель, мы делали ее под подшипник, который мы заменили, то есть подшипник, вся модель напечатана на 3D принтере, а подшипник, который мы заменили, он оригинальный. Так, а у вас? У меня гибридная автосцепка. Почему гибридная? У нас в России стоит автоматическая, а за границей, в США, в Азии используется полуавтомат. Она неудобная, ее эксплуатировать тяжело. А наша российская СА-3 она полностью автоматическая. И я на основе автомата сделала такой же автомат с таким же автоматическим механизмом, но чтобы он смог соединяться с их полуавтоматом, чтобы они могли постепенно перейти с полуавтомата на автомат. То есть такое... Девушки, у меня к вам только один вопрос. Вот вы передо мной, две молодые, красивые. Почему вы занимаетесь? Ну, это вот настолько... Это, конечно, вообще вам аплодисменты за эти модели, да? Почему вообще такого рода деятельность выбрали? Ну, я начала ходить еще давно на детскую железную дорогу. В пятом классе. Я ее посещаю вот уже шестой год. И вместе с посещением детской железной дороги также есть центр технического развития железной дороги. Я стала туда тоже посещать. И на железной дороге я начала готовиться к слету юных железнодорожников. Это такой ежегодный конкурс. Вот. И я начала более углубленно заниматься данной темой и занималась в направлении вагоника. Там мне надо было узнать разные оборудования на подвижном составе. И я начала изучать данную автосцепку у нас, российскую. И узнала о такой проблеме вот за границей. И поэтому уже в центре технического развития решила эту проблему решить. Ну, то есть ваше изобретение, оно в принципе очень актуально. Мне кажется, для всей России в принципе, да? Ну, получается, в России у нас стоит автомат. Автоматическая, да? Да. Можно на границе вот стоит их джен-эй полуавтоматическая сцепка. И в США, и в Азии, в странах в Азии стоит их полуавтомат. Я говорю, он неудобен именно своей эксплуатацией. Поэтому можно будет постепенно перейти. Так, хорошо. А если говорить о конкурсе, я знаю, что вы заняли второе место, правильно? Да. То есть свободная Амурская область завоевала второе место в мире, можно сказать. Ну, да. Ну, вы так это скромненько. Ну, да, я покричала это на весь мир, потому что это действительно вау-эффект. Конкуренция большая была? Очень. Очень, да? То есть изобретение, ребята очень умные, да, наверное, ученые? Очень много стран задействованы. 45, если я не ошибаюсь. Более 45 стран было, да? Более 45 стран, 1200 участников, ну, как бы... А для себя что-то у других подчеркнули тоже? Ну, что, вау, ничего себе там он сделал. Да, много было интересных проектов. С медициной много было связано проектов. С экологией мне очень понравились проекты, которые были. Ну, так разнообразные. Вот, это важное уточнение, да, что конкурс, он, в принципе, подразумевает различные сферы, да? Да, да, да. Экология, медицина, там, что еще было? То есть у нас были свои направления. А вы выступали конкретно вот в железнодорожном или как, поправьте меня? Ну, там... Была более объединенная, несколько... Наша номинация была транспорт, в то же время и железнодорожный транспорт, ну, вот, как бы, все, что движется, грубо говоря. Хорошо. А что в итоге-то получили? Понятно, что успех, признание, а помимо... Опыт. Опыт, хорошо. Ну, какой-то, я не знаю, там, диплом мирового уровня, да? Да, медаль и, собственно, диплом, который подтверждает эту медаль, что вот он есть, он на международном уровне и так далее. Плюс золотая медаль евразийского патента. Да. Это вообще очень, наверное, значимая награда, да? Да, это дополнительный. Это спецприз именно от патентного евразийского ведомства, так как свои детали, свои изобретения мы начали патентовать, то... Да, вы что? Да, то они сами приехали, представители, помощники, и тоже посмотрели на наши проекты, мы им тоже отдельно и защитили, и они удоставили нас такой награды, они именно вручили нам диплом, нашему центру техническому вручили диплом благодарственный и золотую медаль. Здорово. Ну и о дальнейших, наверное, планах есть какие-то задумки уже, да? Ну вот, да, сейчас мы патентуем во всём, когда мы находились ещё в Индонезии, на Бали, у нас наша заявка была на рассмотрении, вот, сейчас всё ещё это как бы в процессе в таком, и вот надеемся запатентовать, а дальше уже постепенно, возможно, внедрять уже в жизнь. Да. Здорово. Потому что на самом деле детали абсолютно, изобретения рабочие, и чертежи имеются, то есть направлять на производство, которое уже можно... Только вот пустите, и пусть вот оно там функционирует, да? Девушки, вы большие умницы, я вас поздравляю с этим прекрасным стартом, наверное, да? Так, мы будем ждать вас в нашей студии ещё раз уже в качестве каких-то мировых учёных, с мировым признанием, да? Вы классные, спасибо за то, что вы делаете, и это действительно достойно аплодисментов. Спасибо. Категория счастья – предмет изучения многих социальных наук. Его уровень служит индикатором благополучия всего общества в целом, социального самочувствия и удовлетворённости своей жизнью. Самооценка личного уровня счастья зависит, кстати, от многих факторов, если вы не знали. Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл исследование, посвящённое теме счастья. И вот результат, посмотрим далее. В ходе октябрьского опроса более трети россиян с уверенностью назвали себя счастливыми людьми – 35%. Почти каждый второй ответил, что скорее является таковым – 46%. В общей сложности большинство россиян в той или иной степени счастливы – 81%. Заявили об обратном – 15% опрошенных, а у 4% ответ на этот вопрос вызвал затруднение. За весь период измерений доля счастливых россиян лишь дважды опускалась ниже 50% в 1990 и в 1992 годах – 44% и 42% соответственно. Можно предположить, что столь низкие оценки уровня личного счастья в эти годы отмечались на фоне масштабных политических перемен и социально-экономических реформ. Максимальный уровень счастливых россиян пришелся на конец 2017 года. В декабре об этом заявили 87% опрошенных. Спустя полтора года, в апреле 2019, значение вновь приблизилось к КВМу – 86%. 43% россиян полагают, что среди их знакомых число счастливых и несчастливых примерно поровну. Примерно столько же считают, что их окружают преимущественно счастливые люди – 40%. Еще 11% сегодня менее оптимистичны. По их мнению, в кругу их знакомых и близких преобладают несчастливые люди. В 2011 году эту точку зрения разделяли вдвое больше россиян – 24%. Ну вот и все. Как всегда, очень быстро, с легкостью, с хорошим позитивным настроением мы завершаем программу «Наше утро», но я напоминаю, что наши коллеги приготовят для вас много интересных передач. Оставайтесь вместе с нами, смотрите Амурское областное телевидение. Я, Алина Спаская, сегодня с вами была в этой компании. Отправляю вас в день сегодняшний, понедельник, 21 ноября. Пусть эта неделя пройдет плодотворно и очень хорошо. Я с вами прощаюсь, еще увидимся, до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин